Не успел закончиться тяжелый для спасателей пожароопасный период, как пора готовить пляжи к началу купального сезона. Какую работу ведут сотрудники ведомства для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в нашем регионе, расскажем далее. С начала пожароопасного периода на территории Павлодарской области зарегистрировано 16 лесных пожаров, 45 степных возгораний. Их общая площадь составила 1500 гектаров. На территории населенных пунктов произошло 203 возгорания сухостоя и 57 пожаров в дачных массивах. В целях недопущения снижения рисков нами на постоянной основе, совместно с местными исполнительными органами, проводится профилактическая повседневная работа, как в такие дни, так и в выходные дни. Каждый день проводим профилактические мероприятия, имеется поэтапный план, организованы мобильные группы, проводим рейдовые мероприятия, выявляем нарушителей. Правил пожарной безопасности привлекаем к административной ответственности. Несмотря на работу, которая ведется, ежедневно сотрудники службы пожаротушения выезжают на вызовы. 199 добровольных противопожарных формирований также участвуют в тушении возгораний. А для раннего предупреждения пожаров проводится космический мониторинг. Не менее опасен для жизни и здоровья населения и купальный сезон. Сейчас усиленно начали уже проводить рейды по купальному сезону, так как погода уже, можно сказать, устоялась летняя. Хотя официально принято считать купальный сезон с 1 июня по 31 августа, но в каждых регионах республики соответствующие местные исполнительные органы принимают решение о начале купального сезона. Это все зависит от природных климатических условий, ну и от реки, скажем так. В областном центре на подготовку пляжей к купальному сезону выделено более 110 миллионов тенге. А количество официальных мест купания будет увеличено с 18 до 42. Кроме этого, закуплены каркасно-модульные бассейны, в которых дети будут обучаться плаванию в пришкольных лагерях. Это позволит снизить случаи утопления детей в открытых водоемах. В этом году их общее количество составит 122. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Ертасакпарат.